Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси, Господи. Речи Господь, кому подоблю руд сей, подобен есть детям, сидящим на торжищах и возглашающим другом своим, и глаголющим, пескахам вам и не плясасте, плакахам вам и не рыдасте. Приди бы Иоанн ни еды ни пия, и глаголют беса имать. Приди, Сын Человеческий, еды и пияй, и глаголют, сей человек, я цевинопийца, мытарим друг и грешником, и оправдиси премудрость от чад своих. Тогда начат Иисус поношать и градовом, в них же быша множиши силы Его, за не не покаяшися. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня вторник, 23 июня. Мы читаем Евангелие от Матфея, главу 11, читаем из 16 по 20 стих. А сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки, послушаем, как они звучат. «Сказал Господь, кому подобен род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице, и, обращаясь к своим товарищам, говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и, говорят, в нем бес. «Пришел сын человеческий, ест и пьет, и, говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мэтрям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его за то, что они не покаялись». Такие евангельские строки мы с вами слышим. «Ко Христу пришли ученики Иоанновы, передали ему вопрос учителя своего, ты ли тот, которого ждем, или другого нам ожидать?» Мы видим, как Господь дал этим людям возможность быть свидетелями чудес, свидетелями вот этих исполнений, разветных пророчеств о самом себе. То есть он перед их глазами поступал, как должен был поступать Мессия в понимании народа иудейского. Исцелял болезни, дочал прокаженных, сгонял бесов. Люди были свидетелями того, что он скресает мертвых. Учениками его стали обычные простые люди, как он сказал, нищие благовестуют. И какие-то знатные, великие, богатые люди стали приближенными к Царю Небесному. Было показано на то, что любой человек может быть вблизи его. Это не нужно какое-то особое родство, не нужны какие-то особые связи. И это действительно очень важно, потому что спасение касается каждого человека, а не какой-то отдельной избранной касты. Для любого человека открыт путь ко спасению, открыт путь к Богу общению, который открывается нам в оплатившемся Сыне Божием. И вот то, что видели ученики Анна Притечи, несомненно, видели все остальные люди. Люди разные. И простые, и богатые, ученые, и неграмотные, знатные, простолюдины. И фарисеи, книжники, все они точно так же были свидетелями всего этого. И вот, тем не менее, мы видим, что люди всегда делятся. Делятся на две группы. Одни принимают к сердцу то, что видят другие, делают вид, что это их не касается. И вот как раз о них слова, которые мы с вами слышим в Евангелии. Господь говорит, кому подобный род сей, кому подобный этих людей, на кого они похожи. И приводит пример. Как будто некие дети собрались на улице, на какой-то площади и играют. Играют друг с другом. Вот ситуация. Придумывают какие-то обстоятельства, скажем, горестные. И начинают петь печальные песни. Одни поют, а другие им не подыгрывают, не плачут. Как и здесь еще одно такое толкование, что почему такой пример приведен. Да, пели вам печальные песни, вы не плакали. Да что может быть хорошего в печальных песнях? Вот, например, когда человеку плохо и горестно, очень для него утешительно, очень полезно, если кто-то будет ему сострадать. Если кто-то разделит с ним вот эту горесть. Скажем, а у иудеев вообще в традиции даже такое было, что когда какие-то скорбные обстоятельства, например, смерть близких, похороны, даже нанимались особые люди, плакальщики были. Были музыканты, которые играли какую-то грустную музыку. И все это, с одной стороны, подчеркивало скорбь, с другой стороны, служило неким утешением для сердца. Или другая, да, играть, дети говорят, мы пели вам песни, играли на свирели, да, вы не плясали. То есть пытались вас радовать, а вы вот как-то остались к этому безучастны. Почему здесь приводятся такие примеры? Опять же, имеется в виду состояние людей. То есть Господь так вот сетует, что все для вас, люди, делается, все вам дается. Причем, что хочешь, то и бери. Но так получается, что вам ничего не нужно. Да, дальше говорит, вот пришел Иоанн Претечес со всей своей строгостью жизни, со всей своей чистотой, со всей, действительно, жизнью не от мира сего. Показывая, что вот как может человек, вот вам нужна какая-то строгость, вам нужно вот что-то, действительно, не похожее ни на кого. Вот пример жизни. А что люди говорят в нем бес? Он бесноват, ведь так же невозможно жить. Никакой нормальный человек так жить не будет, такое рассуждение. Знаете, вот как вот и сейчас находится довольно много людей, которые вообще не могут воспринять такое явление, как монашество. Начинается рассуждение, да зачем это надо, да это непонятная пустая жизнь, да лучше там, женись или выйди замуж, ради детей воспитай, будет тебе больше пользы, там надо где-то служить народу, надо там работать на обществе и так далее, и так далее. Или вроде что это за жизнь, там где-то как-то, с какими-то правилами непонятным. Другой пример. Господь говорит, пришел сын человеческий, говоря о самом себе, ест, пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг, матрям и грешникам. То есть получается, показывая вам жизнь умеренную, жизнь, такую, действительно, которая доступна всем. Господь своим примером являл то, что он любому человеку может стать другом. Он не чурается человеческой какой-то радости, человеческого общения, он готов всякого и утешить, он готов всякому прийти на помощь. А о нем говорят, ну, нет, такой, как он, быть нельзя, потому что он с митреми грешниками ест, он тоже грешник. То есть итог-то каков. Получается, что люди, не желающие что-то в своей жизни менять, постоянно находят сами себе оправдание. Что я не буду делать так, потому что, и давай перечислять. Действительно, в таком смысле, ну, невозможно человеку угодить, невозможно. Вот оно, горькая правда. Вот что касается свободы человеческой. Бог дает все человеку для спасения, каждый человек для себя выбирает, надо мне это, не надо. Тому, кому надо, ищет путь, ищет возможность, ищет способ, как благодать усвоить. А кто для себя решил, мне это не касается, он всегда найдет объяснение, почему он не таков. Ну, и удивляться тому не надо. А что же те, кто выбирает спасение, а дальше, как сказано, и оправданно премудрость чадами ее. Те, кто согласился с тем, что Господь говорит, те спасаются. Их меняется жизнь, меняется сам человек, самое главное. Человек становится частью тела Христова и становится наследником Царства Божия. Вот такие евангельские строки. Сегодняшний день мы с вами успели прочесть. Братья и сестры, читали мы Евангелие от Матфея, главу 11, с 16 по 20 стих. Всем нам напоминаю о необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. И благословение Божие да пребудет со всеми нами.